Здравствуйте! В эфире ЮТВ пятничный выпуск новостей. Меня зовут Наталья Богданова. В ближайшие несколько недель в повестке было немало тем, касающихся сферы ЖКХ. Это и обслуживание мусорных контейнеров, и переделало рынок, и даже домофонные войны. Об этом мы не только поговорим сегодня. Вместе с директором управляющей компании «Радужная» Никитой Лапшиным. Здравствуйте! Добрый день! Никит, вот скажите, управляющая компания «Радужная» в числе тех, кто в 2020 году потерял дома или приобрел новые дома в управлении? С самого момента создания этого 2018 год у нас не было ни одной потери, только прибавляются дома. Вот буквально с 1 марта к нам еще приходят два дома, жители к нам только идут и идут, и поток практически нескончаемый. Значит, такие, как вы сейчас в центре внимания, да, потому что вот такие переходы домов, смены управляющих компаний оказались действительно чем-то в 2020 году, особенно вот в последние месяцы чем-то скандальным. Жители многократно заявляли о подделках своих подписей, о том, что процедура того, как это по закону должно происходить, не соблюдается коммунальщиками, что буквально рейдерские захваты какие-то происходят, тем более, что 17-этажки, новые дома – это, ну, я так понимаю, что лакомые куски для коммунальщиков. Как вы здесь работали в этом направлении? Насколько здесь все открыто, понятно и прозрачно? Действительно, 2020 год показал некоторую деятельность управляющих компаний, то есть либо они сработали очень хорошо, либо очень плохо, и жители это с пандемией стали очень сильно замечать. То есть те управляющие, которые закрывались, ничего не делали, не ремонтировали, не реагировали на жалобы, жители стали их ставить на галочку и задавать вопрос, а что вы сделали за 2020 год? Ну, да. А почему вот именно во время пандемии обострилось? Ну, по крайней мере, и наш офис на некоторое время закрывался от жителей, чтобы уберечь здоровье сотрудников, но есть, например, управляющие компании, которые до сих пор даже офисы не открыли, и жители обращаются к ним, и говорят, ну… Ушли на удаленку и не вернулись? Да, пишите к нам, у нас нету, а какие проблемы, кто будет решать, до сих пор не решили. Ну, собственно, на этой волне и стали возникать ряд вопросов собственников, то есть мы-то платим, а что происходит, что делается? Начинают задавать вопросы в свою управляющую компанию, получают ответ, как бы, ничего не сделали, покажите отчет, нет отчетов. Вот, собственно, война в сфере ЖКХ за, ну, как бы, переделку домов, за текучку жителей от одной управляющей компании в другую, она всегда была. Просто сейчас это больше немножко, как бы, и в СМИ освещается, и группы домов создаются, где все проблемы домов поднимаются, и собственники между собой начинают общаться. Менталитет горожан меняется очень сильно, каждый начинает считать тариф, за что он платит. То есть еще несколько лет назад такого не было, потому что я помню, что мы освещали тему буквально года два назад, тоже была смена управляющей компании, и тогда это казалось чем-то невероятным, да, и коммунальщики говорили, что боролись до последнего, да, и говорили, что вот в городе такое вообще редко происходит, которые теряли этот дом, и жители сами тоже как будто бы с чем-то очень новым, непонятным, неизвестным сталкивались. То есть люди привыкли терпеть и принимать вот работу той, какая она есть, и вдруг что-то изменилось? Да, поменялось. Стали начинать читать законы, вникать, вникать в проблему дома. Дом становится не просто какое-то средство этого временного нахождения, а все-таки это имущество. Вот если говорить откровенно, да, те дома, которые к вам приходят, то есть это вы выходите с инициативой на какие-то проблемные дома и предлагаете свои варианты, говорите, что может быть по-другому, и показываете, как может быть. Или это жители приходят и говорят, здравствуйте, мы бы хотели к вам перейти. Вот второй вариант, он практически 99%, вот, у нас никогда такого нету, там, идемте к нам. Никогда не предлагали, только по результатам работы жители видят, что происходит, допустим, на их доме, ничего не делается. И тот пласт работ, который мы проводим, люди это видят, это замечают. И, ну, я так скажу, практически каждый месяц какой-то дом, актив дома, жители приходят и обращаются, помогите нам. Что происходит в поле общения вашей управляющей компании, та управляющая компания, которая теряет дом? Ну, вот оно и возникает, что в кавычках война, предыдущие управляющие компании ни в коем случае не хотят терять свою прибыль, и в том числе часть средств, которые вот она как бы должна тратить на содержание, текущий ремонт, но не тратит. Начинаются в кавычках война, да, то есть это вот как раз поделка подписей после нашего собрания, поделка протоколов, ничего не бояться, обращаются собственники и в суд, и в МВД, заводятся уголовные дела, но, тем не менее, страха и таких жестких карательных мер не предпринимается. Действительно ли здесь большие деньги на кону? Потому что обычно мы привыкли, что коммунальщики, приходишь к ним, говоришь, а когда эти вопросы решатся, когда те вопросы решатся, у них никогда нет денег, они всегда самые бедные, сборы, да, там дополнительные устраивайте и решайте свои вопросы сами. Действительно ли вот так вот, или есть деньги управляющих компаний в тех домах, где жители тем более платят исправно? У вас может быть тариф быть 15 рублей и ничего не делается, и может 30 рублей и ничего не делается. Стоимость тарифа не показатель вообще работы управляющей компании. Показатель это прозрачность и частота, открытость. Если вы даже по 30 рублей платите за квадратный метр, но на вашем доме делается все в рамках тарифа, с вами согласовываются все работы, то вот она деятельность. И придя в управляющую компанию, вы говорите, мы хотим что-то. Составляется спицик приоритетный, осмечивается, говорим, вот у вас тариф выходит средний, например, 24 рубля. Если у вас на доме вы платите, а у вас ничего не происходит, тут однозначно надо задавать вопрос, куда мы платим, куда тратиться наше средство, собираться жителями, вызывать управляющую компанию, писать в ГЖИ, получать отчеты, производить осмотры. Увидев отчет, ну, я просто в сфере ЖКХ уже давно работаю, я сразу вижу, это управляющая компания добросовестная либо недобросовестная. А мы как жители это даже и не поймем. Мы видим сумму, и мы, наверное, не догадаемся, завышенная, заниженная, если не знать средней стоимости, не вникать действительно во все эти детали. Да, если не вникать, вы не поймете, поэтому вот задача, да вообще всех граждан на Оренбурге, это просто разбирать отчеты. Вам же не составит труда просто сесть, написать во все коммерческие предложения, запросить, вам станет понятна стоимость, например. И это касается всей сферы вообще обслуживания дома. На этой неделе состоялась встреча представителей коммунальной сферы с прокурором города Оренбурга, где озвучивал, снимал претензии в их адрес, и в том числе шла речь о так называемом переделе рынка. Давайте посмотрим небольшой сюжет от наших корреспондентов. 15 февраля в Оренбурге прошла встреча руководителей управляющих организаций с прокурором города, депутатом горсовета Игорем Коровиковским и руководителем регионального ГЖИ. На ней прокурор заявил о коммунальной войне в городе за многоквартирные дома. По мнению общественника Дмитрия Болдрева, организациям есть за что биться. На кону хорошая выгода. Когда во время проверок совместных с прокуратурой видишь, какие себе зарплаты рисуют некоторые руководители, от 80 до 150, то не каждый чиновник среднего такого звена не получает такую зарплату. Но при этом у них более свободный график работы. Конфликт за многоквартирные дома начался на фоне появления в Оренбурге крупных управляющих компаний из других регионов. Например, московская группа компаний ПИК. К осени 2020 года частью организации стали пять управляющих компаний Оренбурга – Гамма, Дельта, Русь, 23-й микрорайон и Восточная. В планах приобрести еще как минимум две – формат и паритет, сообщает 56 ОРБ. Как сообщил прокурор города, в Оренбурге с ноября прошлого года завелись семь уголовных дел по факту подделок подписей жителей за переход их домов в управление других организаций. Сразу несколько представителей управляющих компаний нам подтвердили, что мошеннические действия в Оренбурге в этой сфере за последние полгода действительно увеличились. Были даже такие случаи, что люди сообщали о том, что умудряются в протоколах, оставить свои подписи люди, которые уже давно, извините за выражение, ушли в мир иной. Как нам рассказал депутат горсовета Игорь Коровиковский, с ноября прошлого года и до сегодняшнего дня около ста многоквартирных домов Оренбурга сообщали о подделках подписей. У нас конкретно управляющие компании, 112 штук в Оренбурге, которые обслуживают примерно 2300 жилых домов. Из этих 2300 100 оспаривается. Это большая цифра, почти 5%. Чтобы избежать мошенничества, эксперты советуют горожанам тщательно следить за тем, какая организация обслуживает ваш дом, создать общедомовую группу в мессенджере и поддерживать связь с управленцами. Чтобы не переплачивать за обслуживание, рекомендуется также обращать внимание на квитанции и в случаях сомнительных цифр обращаться за консультацией в компанию. Валерия Шарова, Олег Николаев, Артем Букреев, городской телеканал ЮТВ. Вот смотрите, насколько я понимаю, прокуратура города не совсем довольна тем, как оренбургские управляющие компании работают, тем, как они тратят деньги жителей. Вам приглашение приходило? Это приглашались все-все представители или определенные? Ходили вы, не ходили? Приглашают абсолютно всех. Ну, во-первых, это с мерами предупреждения делается, чтобы те недобросовестные компании понимали, либо мы начнем работать, либо скоро придет проверка. Ну, вот такие замечания, предупреждения, они влияют вообще на что-то или пришли, послушали, покивали головой и пошли точно так же делать, как и делали? Да по-разному на самом деле бывает. Кто-то и не работал, и сейчас не работает, и срок их работы, я думаю, подходит практически к концу. Вот я говорю, жители стали настолько активны, и им надо и прозрачность, и показывать структуру дома всего, как это работает. Кто-то, кто не работает, считанные там несколько лет их не будет на рынке. И правительство Российской Федерации делает все для этого, чтобы прозрачность системы и выбора управляющей компанией. Я сейчас вот расскажу, например, про то, как поделываются подписи. В первом квартале 2021 года вводится система голосования через ГИС ЖКХ, это через единую подпись. Голосование за что? Госуслуги. Вообще выбор любой управляющей компании, постановка любых вопросов, касаемых дома, можно будет все делать через госуслуги. То есть общее собрание, проголосовали, подняли руки, пересчитали, это уже все не будет работать? А такого и как бы и раньше не было, всегда было на бумаге, но бумагу можно поделать. А тут все-таки используется электронно-цифоровая подпись, которую ты не поделаешь, особенно недобросовестную управляющую компанию, в принципе, туда влезть не смогут. И голосование, если в среднем проходит там на домах месяц, то в принципе за неделю можно будет проводить любые собрания и принимать решения. Поэтому 2021 год будет очень насыщенный, очень тяжелый. И вот эта текучка между домами, между управляющими компаниями будет очень сильная. Давайте поговорим про рынок вот в 2020 году. Действительно было заявление и от жителей, и от прокуратуры в данном случае, что незаконно дома кочевали между собой. Как это происходит? Вы понимаете этот процесс? То есть каким образом так просто это можно сделать? Несколько путей есть. Первое. Когда действительно собственники принимают решение о смене управляющей компании, проводятся собрания, передаются все бланки в ГЖИ, ГЖИ проверяют все, дом переходит в другую управляющую компанию. Бывают варианты, и такой среди моих коллег было, когда некие компании заходят на дом, якобы проводили собрание, находят инициаторов фиктивных, передают данные в ГЖИ, ГЖИ говорит, ну, бланки пришли, обязаны передать дома эту плющую компанию. А в бланках что? Отдельные подписи? Отдельные подписи, все верно. То есть не часть, а полностью со всего дома? Все, и протокол, и бланки. Действующая управляющая компания начинает действительно, ну, как бы, тут от грамотности зависит. Были случаи, когда просто не предпринимали меры, и дом переходил вот как раз в фиктивную компанию. С теми домами, которые в вашем управлении находятся, что-то подобное происходило? У нас до сих пор происходит, то есть, например, два дома, собственники которых приняли решение переходить к нам, управляющую компанию, но действующая, в кавычках, вставляет палки. Какими инструментами они действуют? Какими инструментами поделывают протоколы, поделывают решения. И ответственности для самой управляющей компании практически никакой. Они говорят, нам передали бланки, мы их отправили. То есть, получается, крайним остается кто, этот псевдоинициатор? Нет, он порой даже не знает, что идет собрание от его имени. Остаются крайними всегда собственники все. Потому что, как действующая управляющая компания ничего не делала, так она и дальше ничего не делает. Она просто находится на этом времени и собирает средства, а потом скажет, ну все, мы ушли, нас убрали. А что вы сделали? Это ничего не сделали. Неужели никто не влияет на этот процесс? Сложно представить себе такое, что вот так просто это сделать, и обращается, например, в полицию, коммунальщик у которого пытаются отобрать дом, что происходит, какие ответы ему дают? Вот прошло собрание за переходом в новую пролежную компанию. Старую пролежную компанию поделывает протокол, сразу его отводят в ГЖИ. Собственники могут даже не знать. ГЖИ просто отказывает новую пролежную компанию, действует пока старая. Проходит время, собственно, когда придет новая пролежная компания, а у вас поделали подпись. Они пишут заявление в полицию, срок ответа 30 дней, может затягиваться. Могут отказать. Каждый собственник должен прийти в полицию, сказать, это не моя подпись. Исследования надо проводить. ГЖИ приезжает. Прокуратура подключается. То есть, если жители заинтересованы, если они активны, и они хотят доказать правду, это возможно? Все возможно, да. Просто это время тратится. Но возможно. Еще одна тема, которая волновала оренбуржцев и прокуратура в том числе на это внимание обращала, это мусор, его уборка, вывоз. Здесь, в общем-то, управляющие компании тоже являются звеньями общей цепи, потому что, насколько мы понимаем, сейчас в вашем управлении находятся контейнерные площадки, их состояние, их обслуживание, их нахождение в пригодном или непригодном состоянии. Почему все-таки так происходит, что большое количество по городу вот этих участков находится сейчас в том состоянии, когда региональный оператор их не может обслуживать и попросту мусор не вывозит? Да, и правильно, ну, моя позиция с природой однозначная, они действуют в рамках закона. Нет возможности вывезти дырявые мешки, контейнеры порванные, а как им вывозить? Управляющая компания близлежащих домов, за которыми закрепляем мусорку, должна проводить ремонтные работы. Те управляющие компании, вот вы вот эти горы мусора видите, это бездействие управляющей компании. Нежелание тратить дополнительные средства на их обслуживание. Вот кто должен это делать? Это дворники, это какие-то отдельные специалисты должны быть наняты в управляющей компании, отдельные зарплаты для них предусмотреть, или директор должен это все контролировать и кого-то отправлять туда на замену? Ну, естественно, директор отвечает вообще за всю деятельность управляющей компании, за всю. То есть чьими руками это должно происходить? Да любыми руками. То есть это ежедневный, там, еженедельный их осмотр и там оценка их состояния? Ну, например, на нашем фонде выстроена схема так, что мастера ответственные за фондом, они каждый день обходят, проверяют, о, природа приезжает вывозить мусор, если какое-то замечание есть, в принципе, нам сразу сообщают. О каких затратах здесь идет речь на обслуживание? Потому что и коммунальщики, и там, город Оренбург часто говорят, что, да, там, нужно закупить, нужно докупить, столько времени на это там потребуется, и в финансы все упирается. Ну, например, мусорные мешки рвутся. Один мусорный мешок, он производится в городе Ясный, примерно 3 тысячи. Много это на весь фонд? Да, я думаю, не очень много. Но зато чистота, порядок, мусор вывозится. Если обустроить мусорную площадку, ну, действительно, побольше, но все решаемо. В течение года это можно все в порядок привести. Это делается в рамках тех средств, которые уже собираются из жильцов, или в рамках каких-то дополнительных предвлечений? Вот в 2020 году, да, в рамках тех средств, которые собираются, вот на 2021 год мы там буквально немного добавляем просто на обслуживание как раз контейнерных площадок и на расходные материалы, такие как мешки. Ну, там буквально 10 копеек добавится на квадратный метр, это не такая большая сумма. Была инициатива от прокурора о том, чтобы передать, в общем-то, введение администрации города Оренбурга все контейнерные площадки. Насколько здесь сейчас в мэрии у вас сотрудничество, взаимодействие по этому вопросу какой-то есть, или какие-то спорные моменты, да, когда непонятно на чьей территории администрация говорит, что это в зоне ответственности управляющая компания, управляющая компания говорит, что нет, это мэрия или кто-то, кто-либо другой, да, как правило, в этих ситуациях кто оказывается прав и насколько здесь действительно будет решение проблемы по вашему, по городу, если все это в введение мэрии передать? Я считаю, что в принципе этот шаг очень правильно сделан. У всех мусорок должен быть один хозяин, ответственное лицо, которое будет все проверять, контролировать, закупать, это будет правильно. То, что между собой все скидывают свои обязанности, ну, это всегда так было. Никто не хочет заниматься проблемой, проблема очень горящая, очень горящая. И если это получится, что администрация возьмется и будет решать проблему, это действительно будет хорошо. Давайте поговорим про взаимодействие с провайдерами, с компаниями, которые какие-либо дополнительные услуги нам на квартирные дома предоставляют, да, потому что действительно война домофонщиков у нас разыгралась в Оренбурге, недобросовестные правила игры, да, но страдают от этого жильцы. На тех домах, которые в вашем обслуживании находятся, менялись ли в 20-м, в 2021, может быть, году домофонные организации обслуживающие? Да, действительно менялись, и жители выбирают, конечно, передовые технологии, все меняется, жизнь меняется, цифровые технологии шагают вперед, новые запросы у жителей, умные домофоны идут. Те домофончики, которые оказывались модифицировать оборудование, естественно, собственники принимали решение смены компании. Вот в той конфликтной истории, которая сейчас развернулась между цифровым и уфанетом, вы как представитель управляющих компаний, пусть даже не заинтересованы, и хорошо, да, что не заинтересованы в данной истории, на чьей стороне здесь, по-вашему, там, правда, неправда, и вообще, почему вот до таких моментов, до таких войн информационных в том числе дошло, как считаете? Я считаю, причина как раз кроется с собственником, с собственником надо все-таки выйти на улицу и между собой договориться, как собственники решат, такой домофон будет стоять. Смотрите, вот здесь тоже обвиняют друг друга компанией в подделке подписей, в том числе, насколько управляющая компания здесь, которая обслуживает данный дом, может или не может это все пресечь, понять, потому что ведь даже если без общего собрания процедура проходит с инициатором, да, все это отправляется после управляющей компанией уже потом в ГЖИ. Жилищный кодус говорит, передаем ГЖИ и принимаются решения, все, то есть мы не тот орган, который можем проверить подделку подписи, это как раз только полиция может заниматься, но мы, вот, допустим, как наша управляющая компания, в принципе, предвидим некоторые варианты, когда, например, фиктивные собрания могут идти. Общение в соцсетях очень просто. Такой вопрос, кто-то голосовал, говорит, нет. Сразу вопрос, а кто голосовал, а почему голосовали, а кто подделал подписи. Сразу все вылазит наружу. Спасибо, у нас в гостях был директор управляющей компании Радужна Никита Лапшин. Пожалуйста. Напоминаю, что на двух улицах, на улице Диагностики, на улице Пролетарской, серьезный конфликт компаний-домофонщиков, и они поочередно демонтируют оборудование конкурентов и устанавливают свое. Острадают от этого всего, конечно, жители. Мы пообщались с обеими странами конфликтами и с жильцами домов. Подсмотрим сюжет. Во второй части программы у нас представитель компании Уфанет. Жильцы вас просили менять это оборудование? Вы меня не поняли. Не я решаю, что здесь менять. Так все хаты с краю. Сейчас приехал цифрал, заменил на свой опять домофон. Ничего не объясняют, хотя у нас с ними договора никакого нет. Сделали лишние дырки в наших дверях. Их об этом никто не просил. Собрание жильцов проголосовало за Уфанет. Почему-то, невзирая на желание жильцов дома, посторонние люди приходят и ставят оборудование, которое жителям не нужно. С такими же проблемами столкнулись жители дома номер 312 по улице Пролетарской. В двух подъездах домофоны демонтируют и устанавливают заново. Ситуация повторяется уже в третий раз. Совет дома принял решение работать с Уфанетом. Мы написали расторжение, написали заявление на то, что мы работаем с Уфанетом. То есть обратились. Далее были составлены договора с каждым из жителей. Подписи мне отдавали. У меня оригинал подписей есть. Я могу даже предоставить. Можно нам подснять протоколы? А почему? Потому что телефоны я не могу показывать. В данной ситуации со стороны жилищного кодекса мы правы. Инициатор собрал протокол, направил его в управляющую компанию, направил уведомления нам. Чтобы узнать, на чьей стороне правда, мы обратились в госжилинспекцию. В официальном ответе нам подтвердили, что собственники квартир и на улице Диагностики, и на улице Пролетарской приняли решение о смене компаний, обслуживающей домофоны. И выбрали Уфанет. Во второй части программы будем говорить про конфликт, который разыгрался между компаниями, устанавливающими домофоны в многоквартирных домах. И у нас в гостях руководитель пиар-отдела Оренбургского филиала компании Уфанет Алена Гениятова. Здравствуйте. Здравствуйте. Алена, расскажите, сколько раз уже вы меняли, демонтировали, устанавливали свои домофоны? Вот, ну, например, на диагностике один из таких сейчас в центре внимания домов. Ну, достаточно много, если говорить честно. Каждый день жители приходят домой, и получается так, что утром есть один домофон, вечером уже другой домофон, и, наверное, они уже даже устали от всего этого, что происходит. Они, наверное, не просто устали, они уже агрессивно к этому относятся, или они достаточно терпеливы, и уже привыкли, и просто смотрят, наблюдают, или выходят разбираться, может быть, комплектовать. Есть всегда активные жители, которые, в принципе, выходят и активно общаются в чатах, и в средствах массовой информации, и как-то защищают, может быть, даже там свои интересы, говорят, сколько можно. Мы выбрали там одну компанию, затем вы постоянно меняете на другую. А есть те, кому все равно, кто просто каждый день заходит, набирает временный код, и без ключей как бы живет. Ну, бывает и такое. Вообще есть разделение на тех, кто поддерживает Уфанет, тех, кто поддерживает Цифрал, или, по большому счету, людям главное, чтобы стабильность уже наступила? На самом деле есть приверженцы и компанию Уфанет, и Цифрал, так, диагностика 17-1, пример, на 4-5-6-е подъезда изначально был Цифрал сервис, прям как дом построился, они изначально туда зашли. И жители именно этих подъездов просили оставить, они не хотят никого менять, их все, в принципе, устраивало. Вот. И мы пошли навстречу, хотя мы собрали протокол по этому дому, и по закону мы обслуживающая компания, которая может поменять на всех подъездах. Но мы не стали этого делать, мы пошли навстречу, не стали менять те домофоны, а просто поменяли в других подъездах, где нас ждали, где сами жители просили оставить именно Уфанет, и они за это боролись. То есть могло быть так, что на некоторых подъездах одного дома Цифрал, на некоторых Уфанет? Ну, бывает и такое, сейчас, наверное, есть такие дома, и это не редкость. И что произошло? На тех подъездах, где мы поменяли свои панели, ну, жители как бы вроде обрадовались, все, они добились своей правды, они вернули, как хотели, Уфанет. Но наступает следующий день, и другая компания просто демонстративно срезает наши панели, ставит свои панели. Вот, но никакого законного, скажем так, права у них нет. Почему? Потому что, как сейчас это происходит, там собирается очное или заочное голосование, собрание идет, собирается подписи, есть определенный процент, который нужно набрать, все данные подаются в ГЖИ, и, соответственно, когда на их сайте есть вывесенное разрешение, то мы имеем право на монтаж, в принципе, и установку. Вот. У той компании этого не было. Алена, вот все-таки по порядку процедура смены домофона на многоквартирном доме, что она себе представляет? Смена или установка, в принципе. Да, или установка, и насколько здесь вы соблюли все эти правила и все эти шаги? Ну, сперва нужный инициатор, тот человек, который, в принципе, инициирует это собрание. Это может быть двумя способами, либо есть активный житель дома, который хочет, чтобы у него на доме был домофон, например, от компании Уфанет, он приходит к нам в компанию, мы с ним общаемся, либо компания Уфанет общается с жителями, рассказывает о новой услуге и находится тот инициатор, который готов взять на себя обязанность как бы инициировать это все. Прежде всего, вывешивается повестка дня и составляется вместе с инициатором, в которой указаны вопросы, которые решает это собрание, дата, когда это будет собрание и вывешивается на информационной доске в подъездах не менее чем за 10 дней, чтобы жители были в курсе. Когда состоится это общее собрание жильцов, должно быть не менее 50% собственников, если на это собрание не приходит нужное количество, то оно переходит в заочную форму. То есть сейчас, когда пандемия, люди не очень, наверное, хотят контактировать массу со своими соседями. Практикуется, да, заочное именно голосование. Что это такое? Инициатор вместе с компанией ходит по квартирам, рассказывает о том, что за собрание, какая повестка, что хотят сделать. И собственники должны подписать этот бланк, чтобы потом в дальнейшем собрать определенный процент, который необходим для решения. Когда собирается этот процент, то компания подготавливает документы, реестры, передают в управляющую компанию этого дома. Управляющая компания проверяет, насколько соответствуют подписи реестру, готовят все документы и передают в ГЖИ. То есть ГЖИ, соответственно, как принимающий орган, тоже есть у него свои критерии, он проверяет и впоследствии на своем сайте вывешивает объявление о том, что как бы, да, вот был собран протокол и состоялась эта смена. То есть так получилось, что в нескольких домах одновременно обе компании начали эту процедуру проходить и собирать подписи жильцов. За других не могу сказать, но наша компания точно придерживалась вот этому порядку. Мы ходили и все это собирали. На самом деле здесь еще есть тонкости, что если компания одна начала уже сбор, то другая компания должна дождаться по идее того, как одна компания пройдет. Если, например, там за против не собрали, то может другая начать. Мы здесь все собрали, жители об этом были в курсе. Это подтверждается их словами, что видели, что компанию Фонет ходит. И, соответственно, таким образом у нас есть законное право именно что-то делать, монтировать и так далее. Тем не менее в сети появилось несколько роликов, где вас обвиняют в том, что подписи были поддельные, в том, что вообще не было подписей. В общем-то, незаконно действуете сейчас именно вы. Общались с этими жителями? Насколько здесь объективны или необъективны эти заявления? Как можете прокомментировать? Да, видели эти посты и видео. На самом деле, видео были некоторые вырваны из контекста, в принципе. То есть, это кусочек видео, а не полноценная картина. И по комментариям можете судить сами. Например, в паблике Оренбург Онлайн ВКонтакте была видеозапись снята на телефон о том, как наши сотрудники как раз-таки демонтируют другие панели, ставят свои. И как раз агрессивные жители. И тот, кто снимал, это был представитель другой компании. Он об этом сам сказал. И комментарии под этими постами видно реальность живых людей, которые дают обратную связь. Говорят о том, что это все ложь, что компания Оренбург действительно ходила, проводила собрания. И таких комментариев очень много по сравнению с другими, какими-то негативными. То есть, такая информационная уже война разыгралась? Да, на самом деле, это можно назвать информационной войной, потому что мы выявили некоторый аккаунт, который является фейковым. То есть, фотографии взяты с других источников. И, в принципе, комментарии только негативные, без какой-то объективной точки зрения. Кто в этом конфликте должен поставить точку? Обращались ли в полицию правоохранительные органы? И какие прогнозы на то, что там могут действительно разрешить эту ситуацию? Да, на самом деле, так как стоит наше оборудование, у нас есть договор с охраной организации, которая реагирует на какие-то там изменения, если начинает что-то демонтировать. Приезжает сначала наша охрана до выяснения обстоятельств должны задержать, а не по идее тех людей, которые демонтируют наши панели. Приезжает полиция участковая и составляется акт о том, что произошло. Но пока это все на уровне таких актов, то есть, дальше пока разбирать не было еще. То есть, мы вот ждем, что будет дальше. Ну, что будет дальше, покажет время. И все-таки, чьи домофоны на этих домах останутся. Но, тем не менее, отмечу, что на интервью мы приглашали и представителей компании цифрал, однако наши вопросы остались пока без ответов. На этом прощаемся. У нас в гостях была руководитель пиар-отдела Оренбургского филиала компании Уфанет Алена Гениятова. Спасибо. Спасибо. С вами была Наталья Богданова. Всего вам доброго. Оставайтесь на ЮТВ.